В прямом эфире ПС-Информ, телефон редакции 639-717. Пока вы дозваниваетесь в эфир, я рада представить нашего гостя, человека в нашем городе известного, журналиста, редактора, писателя, шоумена, кандидата педагогических наук, и все это Андрей Жданов. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Андрей Юрьевич, мы сегодня говорим о доступности образования. Как вы считаете, доступность образования — это, в принципе, ностальгия по прошлому, настоящее или будущее? Ну, мое мнение, что доступность образования мое поколение испытало, мне кажется, в полной мере, потому что, изучая историю педагогики, когда я защищал диссертацию, приходилось задавать все это, ну, скажем, в научном сообществе, в Академии педагогических наук. Я считаю, что именно советский период показал всему миру самый высочайший уровень качества и доступности воспитания. Потому что вот меня, например, в свое время поразило, что Сталин основал Академию педнаук, то есть подписал указ и приказал срочно с фронта возвращать ученых, учителей в 1943 году. Вы можете представить? Война, немцы под Сталинградом, а он думает, а что будет со следующим поколением после войны и детьми тех родителей, которые стали жертвами военной, понимаете? И так как стране нужно было делать очень мощный рывок, достаточно в таком серьезном окружении, ну, было принято решение, что государство делает определенное качество воспитания. И я честно скажу, ну, я благодарен той школе, которую называют советской, за то, что я до сих пор пользуюсь этими результатами. Ну, а если взять немножко более поздний период и обратиться даже к русскому языку, то там очень четко зафиксированы два понятия, которые мы читаем в книгах, но не отдаем им отчет. Знать и простолюдины. Знать — это кто? Это не обязательно богатые люди. Это те, кто допущены к знанию. Знать. Да. А кроме них есть простые люди. Это не говорилось, что простые люди — это плохо, это были великолепные рыбаки, плотники, ну, понимаете, да, строители, военные люди. Но знать — это была определенная каста, которая проходила сначала. Ведь образование-то было приходское, монастырское. То есть людей сначала держали в качестве послушников. Ну, это есть такое слово. И если они проходили все испытания и духом не падали, только людей с закаленным духом, прошедшим все послушание. А послушание — это слово слушать, слышать, подчиняться, да? Только их дальше учили и допускали к знанию. Понимаете? Поэтому я думаю, что поколение, ну, скажем, мое поколение, чуть старше, чуть младше, хватанули доступности образования по высшей мерке. А потом, представьте, при мне еще до перестройки началась реформа образования с 1982 года. И она начала эту доступность образования немножко уводить к демократизации. А не совсем доступность образования тогда. Как вы относитесь к платному образованию? Я считаю, что образование всегда платное. Потому что чем мы платили в советские времена за, ну, казалось бы, совершенно бесплатную школу и так далее? Чем? Мы платили определенным уровнем жизни. Потому что государство не могло давать в то время, ну, я высказываю одну из версий, в то время не могло давать тот уровень, о котором бы нам мечталось. Но зато школы, университеты, институты были великолепные. Здравоохранение, я скажу так, было хорошее, мы не боялись болеть, понимаете? Мы знали, что врач спасет, учитель поможет. Ну, было такое дело. Вот. Вот. А сейчас стало так, что люди, в зависимости от своих талантов, востребованности и так далее, могут зарабатывать. Но я четко вам скажу. Очень хорошо учатся дети, либо от рождения одаренные, ну, дар, дан дар, одарен, даром досталось, ему тяга к знаниям. Либо родители, мамочки, папочки, бабушки вкладывают столько сил, чтобы сыну или дочке нравилось учиться. Нравилось. Чтобы знание было ценностью. Вот эти люди, как правило, оказываются в той ситуации, что они и платить готовы, и их готовы брать на бесплатные курсы, повышения, учить в спортивных школах, доплачивать стипендии. Поэтому я считаю, что в любом случае, может, скучно скажу, но родительский пример и наличие учителя-вдохновителя — это судьбоносное в деле образования дело. А если нет мотива, если нет желания, если это из-под палки, вы можете заплатить очень много денег. Понимаете? А куда это образование уйдет? Андрей Юрьевич, а как вы считаете, в будущем нас ждет бесплатное… ждет ли нас вообще бесплатное образование? Возможно ли оно будет? Или только платное? Бесплатное образование — это очень-очень дорогое образование для государства и для системы. Это очень дорогое. Поэтому я думаю, что какой-то уровень… Ну, сейчас мы вошли в такую эпоху, что если мир будет развиваться примерно в том же виде, как он развивается сейчас, потому что, понимаете, как только где-то начинается военный конфликт, о доступности даже платного образования речь уже не идет. По крайней мере, мы говорим о доступности для большинства людей, да? Вот. И так далее. Поэтому вот этот момент, он будет как-то сохраняться. Но вот знаете, что меня вот еще в свое время, когда я изучал историю педагогики, поразило? Школы в массовом порядке, что в нашей стране… Ну, после революции было очень много беспризорников, и то правительство решило… Ну, если вы помните, был Макаренко Антон Семенович. Причем дети у Макаренко были в колонии. В колонии имени Дзержинского. Ну, то есть, это ассоциации, кто понимает, поймут, о чем я говорю. И, посмотрев на опыт молодого советского государства, другие страны резко пошли за ним. Почему? Потому что надо было вкладываться в две вещи. Либо в тюрьмы, либо в школы. Потому что индустриализация потребовала, чтобы родители работали с 9 до… Ну, там, с какие-то… А где в этот момент их дети? Чтобы дети не хулиганили, ничего. Нужен был надзор. И вот массовая школа, массовая школа, она сначала стала местом, ну, такого полезного надзора, в том числе полезного с точки зрения развития. А потом, ну, уже, вот я говорю, что было принято решение, что доступное образование становится очень хорошим образованием. Ну, я тебе честно скажу, что в той школе, в которой я учился, восьмая школа, я помню всех своих учителей. Очень благодарен своей первой учительнице, Дине Васильевне Репиной. Ну, потому что именно с нее вообще у меня началась влюбленность в сам процесс учебы. Она давала, конечно, возможность ребятишкам, мальчишкам, девчонкам, которые хотели учиться, учиться много, очень много. Андрей Юрьевич, если вы говорите о нашей главной теме сегодняшней программы – доступность образования. Вот ваше мнение личное, как вы считаете, на данный момент в России образование доступное? Насколько высок уровень доступности именно образования? Вот еще расскажу. Доступность образования, понятие, вот скажем, я считаю, что при всех испытаниях, которые страна прошла, ну, потому что сейчас я, как гражданин страны, наблюдаю достаточно такую тенденцию к выравниванию, ну, то есть, там, сравнивая с определенными периодами. У нас доступность образования в данном случае заключается в том, что законодательно каждый гражданин нашей страны может отдать своего ребенка в школу, детский сад. То есть мы можем законодательно это требовать. Огромное количество людей просто не понимает, насколько важна эта мера доступности. Ну, если вы слышите политические новости и так далее, это же надо выруливать, это огромная система, это система не только учебника, это не только учителя, это система, ну, извините, унитазов, канализации, обогрева. Ну, это огромная система. И если посмотреть, сколько людей в это включено, сколько включено, то это мы увидим вообще гигантский объем освоения денег и ответственности государства. И вот если я бываю в школах, я честно скажу, вот меня часто приглашают, и я выступаю, и с удовольствием общаюсь с родителями и с учителями, ну, сказать, что в школе бардак, ужас, кошмар, и я мерзну. Нет, такого ни разу не было. Ну, то есть и люди стараются, и учителя заинтересованы. Дальше все равно я не могу сказать, что все до единого учителя великолепны. Как и не все родители до конца заботятся, чтобы ребенок хорошо учился, так и не каждому ребенку, по большому счету, ну, это знание нужно. Потому что, увы, это объективная реальность. Вот недавно разговаривал с сотрудниками про творчество, и, ну, такой зашел разговор. Должны ли все до единого люди быть творческими? Я говорю, нет. Как так, Андрей Юрьевич? Вы о чем говорите? Ну, я, ну, как можно такое вообще утверждать? Я говорю, ну, скажите мне, пожалуйста, сколько должно быть людей творческих по-настоящему в симфоническом оркестре, который выступает на концерте? Я думаю, один, дирижер. Потому что если каждая скрипка и каждый инструмент начнет проявлять творчество помимо партитуры, не будет, понимаете, хорошего концерта и так далее. Поэтому я, например, считаю, что, говоря о творчестве, мы должны еще вообще-то очень ценить исполнительность. То есть когда человек дисциплинирован, он знает, что он должен делать, и он это делает честно. Вот. А у нас часто вот эта вторая часть, исполнительность, она возводится, даже не возводится. Андрей Юрьевич, вот немножко уже к другой теме. Давайте. Сегодня у вас тоже праздник, правда, не совсем обычный. Это касается уже вашей другой ипостаси, диджей-шоумен, правильно? В 1976 году, только закончив школу, Андрей Жданов, да, с головой окунулся в дискотеку. Ну и быстро стал известным ведущим. С тех пор прошло 40 лет. Вот так вкратце, с чего все началось, очень кратенько. Ну это судьба, понимаете? Потому что я вот так скажу, если точно сказать, я закончил школу в 75-м году. В 75-м. Потому что билборд и весь бизнес, стоящий за музыкой и следящий в Америке, вообще вдруг понял, мы проморгали что-то. Какая-то непонятная чернокожая девочка пользуется гигантской популярностью и в Америке, и в Канаде, и ее диски просто сметаются. Нужно было как-то это взять под контроль. И в 75-м году появился такой термин диска. К нам он пришел совершенно случайно. Какой-то отчаянный редактор на Ленинградском радио утром, зимним утром 76-го года поставил песню «Сани», если вы знаете, про что я говорю, «Бониэм». Ну вот. Я честно скажу, мало того, что я подскочил в этот момент, все мои соседи подскочили в этот момент, во всех комнатах мгновенно радио было вывернуто на максимальную вот эту громкость. 9.15 мы танцевали, понимаете, утра, 9.15 утра. Ну то есть вот песня взяла, честно скажу, это была первая вот песня вот этого жанра, которая прозвучала очень широко, по крайней мере, в Ленинграде, где я в то время учился. И это сохватило очень. Но судьбоносно было то, что на мой день рождения, на 14, скажем, сентября, мне моя подружка подарила билет в большой концертный зал Октябрьский, где выступала австралийская копия Глории Гейнер. Ну, в шоу-бизнесе часто копируют какие-то вещи. Вероятно, у «Союз-концерта» не хватило денег на приглашение самой Глории. Они позвали Марсию Хайнс. И вот я тогда плохо запомнил имя, я всем рассказывал про Марсию Хасию. И мои друзья, в частности, вот мой учитель Владимир Татургинов, говорят, а ты сможешь это сыграть? Я говорю, да. И мы сыграли здесь. И, вы знаете, я горжусь тем, что у меня в кордебалете среди самых красивых девушек танцевала Елена Владимировна Кудряшова. Вот такие вот новости мы знаем. Андрей Юрьевич, я благодарю вас за беседу. Вас слушать можно бесконечно, но мы работаем в прямом эфире. Еще раз вас я поздравляю с вашей датой. 40 лет все-таки, да, как вы работаете в сфере шоу-бизнеса. Шоу-мэна, простите, шоу-бизнеса. Ну и напомню всем нашим зрителям, что у нас в студии был журналист, редактор, шоу-мэн Андрей Жданов.